Добро пожаловать в Эдуардов! Уважаемые выпускники, я хочу вернуться к тому месту, на котором мы не отреагировали на слова ректора. Когда Юлия Игоревна сказала, есть ли у нас мечты, никто не отослался. Это значит, что вы за 4 года выучились на бизнесменов. Потому что мечта, которую озвучиваешь, это уже бизнес-идея. Это уже какой-то такой монетизации. В общем, все слова модные, замечательные. Я все-таки тоже хочу озвучить эту мечту и надеюсь, что она станет бизнес-идеей. Я уже проговаривал некоторым не очень успевающим студентам, озвучивал вот это. Но тогда я с таким сарказмом говорю, вот есть два вуза и третий на Мосфильмовской. Ну вы знаете, треугольник, это уже не новая идея. МГУ и ВАФТ, и вот мы. Так вот, я хочу, чтобы когда-то сказали выпускники, я учился в Гарварде на Мосфильмовской. И чтобы это был не филиал, а самый, что ни на есть, да, вот такой мега-гарвард. Но я хочу сказать, что даже если у нас будет преподавателей 300, 400, 500, и будут это самые лучшие люди, а студентов у нас еще становится больше и больше. И поэтому в одиночку вот кто-то, либо студенты, либо преподаватели, эту мечту не осилит, не осуществит. И я совершенно с полной уверенностью хочу сказать, что количество у нас отлично получается. Вот несмотря на то, что даже вы знаете меня как такого строгого преподавателя, да, моей коллеге и наставники нередко меня упрекали в этом, но количество вот у нас растет. Значит, несмотря ни на что, да, с количеством отлично. Нам бы с качеством еще подружиться. О грустном я сегодня сказал, вот о себе, вынуждаю, говорить не буду. О том, как вчера пересдача прошла. Она прошла примерно вот так. Праздничная? Спасибо большое. Поэтому я хочу сказать, у нас есть все возможности, это действительно так. Учиться в нашем ВУЗе не сложно, но все-таки учеба это окончание первого этапа, а затем начинается конкурентная борьба. Иногда безжалостно, иногда даже без того, чтобы вот смотреть, а что написано в этом самом дипломе. Но если все-таки качество будет надлежащее, тогда где ты учился, не будет иметь принципиального значения. Потому что ты врач или социолог, или психолог, космонавт, экономист, менеджер, ГМУшник, ну и дальше по списку. Спасибо вам и в добрый путь. Спасибо. Спасибо.